во имя отца и сына и святого духа второе послание святого апостола павла к коринфянам двенадцатая глава с 8 по 10 стих может шестого стиха впрочем если захочу хвалиться не буду неразумен потому что скажу истину но я удерживаюсь чтобы кто не подумал о мне более нежели сколько во мне видит или слышат от меня и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений давно мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился трижды молил я господа о том чтобы удалил его от меня но господь сказал мне довольно для тебя благодати моей ибо сила моя совершается в немощи и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами чтобы обитала во мне сила христова посему я благодушествую в немощах в обидах в нуждах в гонениях в притеснениях за христа ибо когда я немощен тогда силен так как проповедей у меня много только поставленных уже сколько лет там 1300 чем было там несколько тысяч прошли еще раньше я задал вопрос кому о чем хотелось бы услышать и первые сегодня ответили о молитве какой вопрос задали о молитве нужно знаем как молиться не знаем вот в этом-то вся суть ученики уже оставили стети свои уже ходят со христом матфея 6 глава и говорят господи научи нас молиться как я научил своих учеников кажется молиться ну как допустим у отца ребенок просит его учить этому не надо он протягивает руки говорит здесь другая школа и школа очень большая которую будем изучать и не один раз как просить я уже не говорю о том что у нас перечень куда-то дайте мы ходатай поищем едем куда-то узнаем как какой-то там старец через него у него опыт такой есть конкретно мы коротко скажу очень наш в чем заключается господне эта молитва дается в двух вариантах у матфея и в одиннадцатой главе у луки расхождение почти незначительное но долги а там грехи в одном месте у тебя твой сарса у луки вообще этого нету почему самый правильный ответ дают такие как иоанн злота у вас говорит что это ответ дам дважды как мария было темно в другом месте говорит сумерки там а третье они они лист говорит превосходе солнца когда она была она бегала неоднократно четыре раза кажется вот и все все противоречий нету надо просто восполнить то что нам не дается для полного понимания первое признать его отцом который сотворил этот мир очень наш немой наш у нас отец один нам о чем спорить еще нам делить когда тесто один для одинаково он дает всем которые просят на дело божие вы не просите и не получаете а просите не на добро дальше якоб говорить будет нам надо просить на добро мы сейчас откроем может быть 20 с лишним мест писания чтобы закрепилась у нас это что просить надо с верою без веры я многих могу приводить святых отцов но я на златоуст это более расширенная такая молитва когда человек не думает она до потолка не доходит ты стремись ты прямо стоишь перед господом не надо ничего воображать небо открыто канал открыт каждое слово перед господом о чем ты будешь просить вот когда спрашивает человек вот сегодня господь тебе прямо зашел в гости и будет просить что ты будешь просить я в 23 года после армии первый раз увидал библию мать говорила без поповцы кержаки но она сказала нельзя пионеры вступать нельзя там все другое плясать танцевать что она знала то сказала бог от этого сохранил там от женщины провел но дальше ничего нету и когда евангелие мне это дали ровно через полчаса пока хозяева обедали моя жизнь полностью стала другая настолько другая что я сам себя не узнал как будто я никогда не жил на белом свете мы сейчас прямо у ног христа сидим священное писание богу духовенна писали святые божий человек и будучи движим духом святым человеку нужно только два поступка сделать правильно первое родиться свыше и из-за этим если ты уже избраны богом бог дает крещение не в воде только но духом святым и дальше быть движим духом святым о чем кратко выразил серафим саропский стяжание духа святого чем дальше мы продвигаемся тем больше мы у бога получаем благодати духа святого а в чем это выражается первую очередь благовестие первую очередь прославление бога и как мечтаем говорит и дух святой сошел на марию и она стала говорить на анну сошел стало говорить до закариу стал говорить дух святой сошел и это выразился и В молитве, в просьбе, в любви. Вот сейчас мы несколько мест в Писании будем считать. Третий отца, 17-21. Потом по порядку пойдем, сбытие. Отче наш, сущий на небесах, не на земле. Да светится имя Твое. Как светиться? Нашими делами. Не светится я святость показать. Мы получили. А где предел этой святости? Будьте святы, как я свят. Так это немыслимо, поэтому и понятна так планка. В любой религии можно понять, какой был Марс, какая Венера, люди узнавали. Прям похожие были. У нас никак. Только подражайте мне, как я Христу. Через Павла приходим. Второе, Третье отца, 17-21. И простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. Я хочу обратить попутно внимание, это я не с вами, недавно в другом месте приходилось говорить проповедь, слово «три». А почему вы решили, что «три»? Не я, трижды простерся. Трижды повторяется исторический момент какой-то трижды. Я называю конкретно, что касается России. И сегодня какие-то откровения какие-то в интернете. Кто первый государственный деятель у русских был? Михаил Федорович. Значит, Михаил. Это уже из дома Романовых. А царь Николай 2 марта на 3-е отрекается пользу брата Михаила в 17-м году. Государство прежнее кончилось. Третий Михаил придет. И разрушит полностью все. И конгломерата никакого нету. Колос на длинных ногах рухнул. Ну, вы знаете, Михаил Сергеевич. Трижды, да. А кто нам о вере сказал, когда? Ну, князь Владимир крестил. А кто пришел и раскрестил? Владимир. Другой пришел Владимир. А третий Владимир? Мы не знаем, но по смыслу даже передать антихристу уже. Все при кончине. Трижды. Первый. Вавилон. Это Рим. Это святые отцы прямо говорят. Ну, а далее-то он рухнул. А какой второй? Второй Константинополь. Стамбул. И третий. Москва сразу подхватила. В 1354-м, кажется, году. Мы третий Рим. Третий. Там епифадис сразу бы сказался. Третий Рим. Москва. Четвертому не быть. Почему три? Это особое такое общество. Если в Москве выпускается газета, там журнал. Все признали. И третий Рим падет. И по как он падет. И какие его признаки. 17-18 глава. Здесь трижды простерся. Трижды пропоет петух. Трижды Бог спрашивает. Любишь ли ты меня? Ну, я могу назвать по всей Библии. Нам тоже Господь где-то по трудным вопросам бывает до трех моментов. Я посмотрел, у меня тоже в жизни было такое. Там-то я был, чуть-чуть услышал. Наконец, третий раз. Вот тот момент в 1962-м году. Я для этого и жил. Чтобы встретиться с этой книгой. Через нее я узнал про Господа. Чтобы сегодня вот это сказать. Итак, сущий на небесах, да светится имя Твое в нашей жизни. Да придет царствие Твое. Не здесь устанавливать порядки здесь или в другом государстве. А на небе. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. А вот чтобы узнать, какая воля на земле. А как на небе? А мы и не знаем. Надо узнать, какая воля. Безгрешные ангелы. Выполняют волю Отца. Вот на земле мы должны быть такие. Есть такое мнение, что мир будет продолжаться до тех пор, пока не войдет число праведников в те обители, которые потеряли ангелы, ставшие демонами. Вот сколько их там, столько будет эти обители заняты. Мы не утверждаем это, но очень похоже. Полное число написано войдет. Полное. Какое-то число определенное нам неизвестно. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный. Хлеб. Ни колбаса, ни какие-то прихоти. Хлеб наш насущный. На один день. Днесь. Не на завтра, не на послезавтра. А завтрашний день о себе позаботиться. У него заботы хватит. И вот сегодня мы посмотрим, о чем молились люди святые. Бытие. 20-й, 17-й стих. И помолился Авраам Богу. И исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его. И они стали рождать. Значит, первый, избранный Богом, молится там о человеке. У нас записки о здоровье идут. Хорошо, мы здесь согласимся. Нам это открыто. Ну, болею. Помолитесь. Но здесь говорит о том, что в такой-то дали. Впервые. Он не знал результата. Но он знал, у него есть связь с Богом. Господь его избрал. Господь слышит. Почему Еремия говорит, 33-я глава, 3-й стих. Воззови ко мне, я услышу тебя. Есть стихотворение, что у Бога есть телефонный номер. 33,3 набрать надо только. Воззови ко мне, я услышу тебя. И вот он воззвал. Но ясно дело, что на этом не закончилось. Он стал другим рассказывать. Может быть, еще были какие. Ну, берем тот момент, что осветили. 25, 10. Кажется, 2 и 10. 25, 2. 102 стиха. А ну-ка. 25, 10. Второй стих. О чем говорит? Она родила ему. Так? Зимрана. Громче. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана. Понятно. А теперь 10-й. 10-й стих. На поле и в пещере, которую Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его. Сара, жена его. Так, больше еще нет там? Нет. 25, 21. 25, 21. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачела Ревекка, жена его. Как он? Он молился первый год. Год кончился. Любовь. Доверяются друг другу. Хорошая жизнь. Достатки. Детей нет. Второй раз. Второй год. Третий, пятый, девятнадцатый. Детей нет. И он неустанно за то, говорит, молится. Неустанно. И на двадцатом двойне. Мне пришлось на одной свадьбе быть. Это я говорю то, что сам видел где-то. Ну, бывает там на свадьбе, чтобы весело было, что-то делают. И придумали следующее. Брат, который... Их там несколько братьев. И один брат, который рядом здесь и говорит. Взяли два щелка. Красный и синий. Кто за то, чтобы родился первый сын? В красный щелок ложите. А кто за то, чтобы дождь? В синий. Ну, если человек знает, что это от Бога, не от щелков зависит. Это понятно, что сделали они. И никто ничего не сказал. Никак не сказали. Меня ужас пробрал. Да как же так это? И верующие здесь, и священник. Ну, можно было бы сказать. Нельзя это. Верните назад. Щелкете сожгите. Никак нету. Оба бесплодные. Нету детей. И сколько не обращались. Грешный человек молился. Жалко. Нету. Ответ прям сразу на первой молитве. Ответ отрицательный. Молитва не услышана. Он слышит Господь. Но, чтобы мы понимали, Господь не слышит молитву. И не взывай к нему. Иеремии прямо было сказано. И поэтому с Богом нужно обращаться с великим благоговением. Я прошу Тебя, Господи, и добавить. Есть такое слово «если». Оно упоминается 1881 раз в Библии. 1881 раз Господь говорит условие «если». Если ты будешь вот такой, ты получишь. А если не так, ничего не будет. И мы должны узнать, на каких условиях мы пришли сюда. Вот я начинаю с вами говорить. Вы сколько времени ходите уже. Хоть одна душа пришла через вас. Одна. Вот у меня сегодня, допустим, два человека новые пришли. Если бы они жили рядом здесь, а не где-то из-за границы до здесь. У нас бы здесь надо было уже десяток домов строить. Я их не знаю. Мы пять лет уже смотрели. Наконец пришли. Так называют отцом. Я ему материалы только даю. Вы вот что сделаете. Что священнику я говорю. Ты сделай. Говори. А у меня нет таланта. Ты не знаешь таланта. Ты его не развивал. Он у тебя есть. Вот у нас, смотрите, сколько людей здесь. Пустая. Да, тут несколько человек только. Ну и не пришел. Человека некая. Нет. Не поэтому. Эти люди приезжают к нам в деревню. Дорогу перейти. И ни разу не приходят вечером. Благословенны вы Богом, которые приходите в субботу и ведете богослужение. Перед Богом. Почему? Вы не хамы. Ян Затаус говорит. Хам не раздевал отца. Он только посмеялся. Только посмеялся. Хам. И вот эта Африка. Черные люди. Раб рабов будешь. Они никогда не выйдут на простор земли. Как должно быть. И вот церковь состоит, говорит, из листиков. Мы листики. И ты не пришел один листик. Ты мать раскрыл. Не приходя в церковь, ты раздеваешь ее. Ты являешься хамом. Это Ян Затаус говорит. Никогда бы не догадался так сказать. Итак. Поставьте себе задачу. Об этом помолитесь. Не просто дремать вы пришли сюда. Раскрой глаза. А скажи, вот такая-то сестра. Она болеет. Было время, она приходила задолго до болезни. Она перестала в воскресенье, в субботу приходить. Бери ее, как говорят моряки, на абордаж, чтобы за собой тянуть за кораблем эту баржу. Сходи к ней, побеседуй. Скажи, какие песнопения, какие люди приходят здесь. Сколько мы нового слышим? Нету? Нету. Ну ты хоть надо мной душой начинай трудиться. А как? А как узнать? А вот посетил, навестил. У кого машина есть, вы поставь себе задачу, чтобы пустая машина ни туда, ни сюда не ходила. Да говорите, за кем-то заехать, привезти, отвезти. Не так и много это будет стоить. Но это твой плод. И перед Богом это очень ценно. Никто не делает, а я первый это должен сделать. Зато он говорит, ты тройся, с тобой еще другой пойдет где-то. И уже будет по-другому. Так не было, чтобы совсем людей-то мало тут. Десятка два не наберешь. Я о чем говорю? Начинайте работать, трудиться, молиться. А я работал с этим человеком, а он все равно не пойдет. А результат Бог берет на себя. Ты там пойди, узнай, может какая-то нужда есть. Разговаривали, говорят, мы даже раньше рассорились. А это недостаток во всем был. Купили две пачки мыла. Я говорю, дала соседке-то. Примирились, говорят, и стали жить как прежде. Ничего и не надо-то. Бывает ласковое слово сказать. Подари ему Евангелие. Купи или достань, спроси у нас. У нас тут много Евангелия-то. Ну, поставь с сегодняшнего дня. Прямо начни молиться об этом ночью, днем. Господи, помоги мне. Ну, возьми две-три души посещать, которые. И, может быть, один из них будет приходить. Это ты, Сноб. Мне нравится четверостишую баптистов. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, Сноб один в руках нести. А как ты Сноб возьмешь, если ни одной пшенищинки нигде нету? Будьте внимательны, я говорю. Если сон одолевает, встань. Задень себя как следует. Потому что завтра это уже не повторится. У нас сегодня такая свобода выразить невозможно. Я сегодня отвечал. Запись сделали. Самые сложные вопросы по Украине. И как там пленные отвечают. И они уже не такие там. Ну вот попался большой начальник. И как он говорит. Ну я бы сказал больше. Но уже видите, я аж пленный. И ни один нигде не говорит причину. Но вы пришли в другое государство. В другое. Что вам надо? Вы захватчики. Вы интервенции. Ну разные говорят. Ни один не отвечает. А я в первый день, когда только сказали утром, что вели войска. Я встал сразу. Все бросил и встал на молитву. И как? Пламя какое. Иеремия 48-10. Я не вижу ничего у меня здесь. Я просчитал проклят. Кто делал, Господь не делает небрежно. И мы сегодня засчитали. Там 700, это 20-50 годы. Архиепископ не Кипр. Архиепископ той страны, куда сейчас войска были. И он говорит об этом. О крещении. Как его испортили. И кто? В первую очередь, Малая Россия. Назмала Россия. Ее не называли Украина. Украина, это с края. С край. Окраина. И все это занесли сюда. У нас здесь, наверное, из 10 священников больше половины оттуда пришли. Вот когда у нас, там, где мы живем, в деревне, дали другого. Его фамилия, все я знаю. Он только приехал. Ни одного дня не было. Нас не видал. Он обидел войну сразу нам. Которые священники ездили. Вызвал, сказал, если хоть один еще потеряю, поедет. Ну, понятно. И никого больше нету. А этот, который митрополит, он над ним не властен. Он только может сказать ему, а командовать он не может. И это буквально на каждом шагу. Наши люди бороду не трогают. Священник выходит и начинает. Это как шпионы под бородой. Заросли там. Называют, конечно, мою фамилию. Это ни один, ни два. Ты скажи, я буду об этом молиться. Чтобы люди, которые уже приняли истину, священники, чтобы их не сбили с толку. Чтобы устояли. Вы по слову Божию посмотрите. Кто делал, Господь не делает небрежное. Крещение дело, Господи проклят. И вот они заразили все. И наступил час возмездия. У меня заголовок такой на одном ролике на эту тему. И мы не можем молиться об Украине и просить ей миру. А что делать? Открыть ворота. Это у Иеремии написано. И мы ничего не можем сказать. Почему? Проклят ты будешь. Если скажешь, Господи, да не будет этого. Там, сделай по-другому. Вы молитесь о правителе, о чем потерял крил, говорил. Здесь, которая, там какая перетрубация. Какие идут нехорошие слова. Мы должны это все принять на себя. Я прошу, будьте бодры, когда я это говорю. Кто-то погибает в этот момент. Речь идет не о двух человеках. Это сколько было бы благовестников, если бы знали. И ни один, ни разу, нигде в интернете не сказали. Причина-то вот где. Оттуда вся эта, все секты, ереси, все шло оттуда. Вот это, ну, такие уже там люди, от католиков все это набрались. Приезжают они и здесь уже нас саждают. Ладошкой. Трудно покрестить. Крещение, таинство, причащение, все исказили. И мы должны сказать, вот где причина, утишить тех людей. И, главное, нападок на это нету. Почему? Это с духовной стороны мы должны смотреть. Как Бог на это смотрит? Бог говорит, прок, кто меч Господень. Вот меч-то сейчас там рубит, там, может, ракеты что-то удерживает. Удерживает это молитва. А как молиться? Да будет воля твоя. У нас одного взяли, потеряю какие-то. И пришла благодарственная грамота. На день повара. Как молятся все в интернете, как радуются. Всем разослали. Он вовремя подал документы. А я все время говорил. И наши старые ролики показали, где с другими я беседую. Но он все равно пошел служить. Это намного труднее. Пошлют туда. Они хотели так же, как этот брат наш. А ему сказали, что мы такая, что верующая. Безбородые такие, а его по-другому. И батюшка там ездил, конечно, встречался только с ним. А с другими там и вопроса нет. Я сколько раз сказал, бодрствуйте? Бодрствуйте! Я разбудить вас не могу даже сейчас. Считаем. Исход 8.30. 30.32. И вышел Моисей от фараона, и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце своё, и на этот раз и не отпустил народа. То есть молиться о напастях, которые на государственных деятелей идут. Это на паром молиться. И на этот раз. Моисею, ну, больше ничего не надо. Помолился. Казнь одна уходит. Там саранча, что поедало где-то. А могли они какими-то там опылителями? Нет, это не поможет. Нисколько. Сегодня в южных странах всё есть. Но саранча, бывает, выедает на 100% все урожаи. Не хватает Моисея. Не хватает молитвы. Я слышал рассказ от одного танкиста. Они здесь, у нас солонцы. А это солончатая земля. Она когда во время дождя размокает её, не знаю сколько. И он сел на брюхо танка и не может двигаться. А бабушка в окно смотрела. Подошла, сыночки, что же вы так? Я вот камушек принесла у ней. Бабка говорит, да какие камушки? Мы брёвна принесли, она задавила туда, ушли вниз и всё. Ну, когда она поговорила, не как-то. Застала камушек, бросила. А они бросили. Танк вылез. И сейчас вот об этом говорят. Как это получилось, Господь? Мы не видим, что незримый ангел тронул там или... Ну, что-то можем, чтобы мы слышали. Ты доверяйся тому, что старые люди, говорят, видели, какой был опыт. А по-другому можно? Нельзя. Потому что проклят, то дело Господне делает небрежно. Ты пришёл к храму по делу? Ты смотри, что проклятие не пало. Не спать. Ты пришёл сюда, как ходатай за родных, за близких, которые не знают. За тех, которые там воюют. Которых ненавидят. Которых убивают. Непохороненные показывают, сжигают прямо на месте. И это никакая не тайна. Это признают. Показали вчера большой, как целый фильм. Как обмен идёт пленных оттуда и отсюда. Приятно смотреть. Но откуда столько много женщин, понять я так и не мог. Прямо автобус за автобусом они вылазят оттуда. И теперь речка, где переходить автобусы, отсюда и отсюда. И теперь обмен пленными идёт. Это официально. Что неофициально, про это и говорить не будем. И как кто-то молится. Молитесь о тех, которые в плен попали. Молитесь о том, чтобы они вышли оттуда живые. Вот мы сейчас постоянно молимся Никита, Александр, племянника сын. И Игоря нашего деревенского, Максим. Мы никогда их не видели уже в церкви. Один ходит, а другой нигде. Но они там. И когда они хотели так же, как с нашим братом Никитой, им в руки ментовки. Клятву. Пошёл. Ничего не получилось. А я каждый год об этом говорил. Сходите. Подайте заявление, что вы пойдёте на альтернативное основе. Спасёт это вам жизнь. Молиться будете. Вам нисколько не мешает там молиться-то. Начать тут прям такие слова дали. Воспитание родителей там какое. Я считаю, это надо же, с каким расположением-то люди к нам относятся-то. А мы молчим. Ну, конечно, батюшка первый раз меня спросил, где у тебя новая завета в Салтырию-то. А у меня закрыто там. Я сразу сказал, ну, видимо, набрал достаточно и раздавали. За батюшку можно только порадоваться. Дальше. Исход. 10-10, 18-20. Десятая глава. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. И он понёс саранчу и бросил её в Чёрное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Это Слова Божие говорит. Так и было. А попытки волхвы там по-своему ворожили, делали, ничего не помогло. И так сегодня мы говорим. Как это будет? Да будет воля Твоя. И когда мы видим, как расположены друг к другу, которые воюют сейчас, где-то там примирение есть. Мы должны радоваться. Но мы молиться об этом не можем не удерживать. Да будет воля Твоя непрерывно повторять. Господи, чтобы вышли живые оттуда. Чтобы не убийцами были. Второзаконие 9.26 Тут девять раз будет говорить, а мы на одно место прочитаем. 9.26 И молился я Господу и сказал, Владыка Господи, Царь Богов, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вылил Ты из Египта рукою сильною и мышцею Твоей высокою. Это до Иеремии. Но мы видим, как он молился. И пало это на народ Божий наказание. И вставали пророки, взывали. И Господь услышал. Дальше. Судей 13.8 Тут у нас есть одно, один стих будет, один стих. Ну, трочки ТИ занимает. А тут один стих есть, пол листа. Так, 13.8 Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. То есть, молиться о детях нужно не тогда, когда он в школу пошел, а молиться до рождения. И они не знают, что. Это человек Божий там, где явился им. И сказал, так и так, у вас будет дитё. А не учили его, мы не знаем. В дальнейшем его жизнь будет такая, как сегодня некоторые только, выпивка и до драки. Но, видимо, Господь вразумил его. И дальше уже пошла жизнь другая, которую апостол Павел упоминает. Родители, как много, много от вас. И поэтому Златоуз говорит, если родители не учат ребенка Бога в ведении, они хуже убийц. Убийцы убивают только тело, а вы убили бессмертную душу. Вот меня упрашивали, просили, будьте крестным. Не хотел, прям писали, пришлось поехать, стал крестным. Что-то не заладилось, до детей не допускают, и сделали с неприятелями. А всё это идёт. Результат уже идёт. Работать не хотят. Всё бы как-то кто-то за нас сделал. Так, второе царство. Десять. Двенадцать, шестнадцать. Двенадцать, шестнадцать. Второе царство. Двенадцать, шестнадцать. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провёл ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было ещё живо, ему уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешёптываются между собою. И понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошёл в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было ещё живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошёл к ней, и спал с нею. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. О детях как заботится. Голову не терять на то, что ребёнок есть один и умер. Господь знает, как он был защат, в какое время, это всё имеет значение. Ребёнка нету, и мы от этого ничего не потеряли. А ребёнок перед Богом всё. Когда говорится, у царя нашёлся только один человек, угодный Богу. А ему сколько там, 10 лет было. И Господь взял его. А сколько скорби было. Остальные все под нож пошли. Неприятель пришёл, всех до дна зарезал. И поэтому, что-то у тебя не так, ты воззови к Богу. И посмотри, что говорит Библия об этом. Давид хотел дитя, чтобы жило. А мы не знаем, какое родится Соломон. Четыре книги от него. У Бога всё вымеренное, при том, с преизбытком он даёт это. Третье царство, 8, 59. И да будут слова сии, которыми я молился ныне пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего. И что бы потребно для народа своего, Израиля, изо дня в день. Значит, помнить надо о всём народе. О просвещении, что в школах, чтобы от негодной эту ювенальная юстиция не отбирала детей. А то вот, за границей, я посчитал, три с половиной миллиона почти, во Франции детей отняли. Встречать-то там раз, что ли, два раза в год только с ребёнком разрешают. И поэтому надо заботиться, чтобы ребёнка привести на небо. Ну, который, могли бы где-то кому-то как-то помочь. Бывают там многодетные. Вы всё между собой это обсуждаете. Старшая сестра все эти данные на себя имеет. Кому подсказать, с чем надо помочь, где какой недостаток, в средствах или что-то. Дальше. Четвёртый царств, 4, 33, 37. Я говорю о молитве. Как молились, о чём молились, мы переменем. Господь, когда слышит, возьмём себе опыт этот. И вошёл, и запер дверь за собою, и помолился к Господу, и поднялся, и лёг над ребёнком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простёрся на нём, и согрелось тело ребёнка, и встал, и прошёл по горнице взад и вперёд, потом опять поднялся, и простёрся на нём, и чихнул ребёнок раз в семь, и открыл ребёнок глаза свои, и позвал он Гиезия, и сказал, позови эту санамитянку, и тот позвал её, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего, и подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Ну, нельзя подражать этому, ладони с ладонями, глаза с глазами, согрел своим телом, ну, кому не скажи, врачам, ну скажи, шарлатанством назовут, но мы знаем, это чудо Божие, откуда он знал? От Бога, он сам по себе не мог это взять, потому что дух, который был на нём, в два раза больше, чем о пророке Илье, он просил и получил это. Для нас, конечно, это странно. 19, 15, 4 царь, 19 глава, И молился Езекия пред лицем Господним, и говорил, Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, Преклони, Господи, ухо Твое, И услышь меня, Открой, Господи, очи Твои, И возри, И услышь слова Синахерима, Который послал поносить тебя, Бога Живага. Тут целая глава говорится, как он издевался над ним, то разные слова, скорбительные говорил. А пророк Исаия вернулся и сказал, ничего этого не будет, осада города, тут нужно оружие иметь, а не с Богом, всё Господь устроит. И на завтра утром встанут под городом одни мертвецы, 180, кажется, 5000. Дэнгел один раз махнует мещом, и ничего нету. А он пойдёт домой, император, и в доме его убьют. Кто? Сыновья. И поэтому всё, что делается в государственных масштабах, судя на это, мы должны тихо-тихо сказать, Господи, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Вот когда вы что-то делаете не так, это привычка уже, вы привыкли так делать. Надо все эти человеческие привычки, отдаляющие от Бога, вот сонливое состояние, в храме, дома на молитве. Это не от Бога. Я неоднократно об этом говорю. Это должно быть огненное, как огонь в костях моих. Надо Бога и спросить о том, что было. Ездра. Девятая глава. Чуть-чуть только начать читать, не будем. Две главы молитва продолжается. Девятая глава. Начните, а потом больше. По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ израилев и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их. Все. Развод. Из плена пришли, там обжились они, хорошие девушки, познакомились, согласие такое с родителями. И вдруг один человек только об этом заревновал. И сидел и плакал, не пил и не ел. И потом собрал всех. И на улице дождь был, люди перемокли. Дело осенью. И ждали. И он вышел, и что? Развод. Семя Божие перемешалось вот с этими сызычниками. И подтанилось. Ну, конечно, заплатили они там, что я так представляю, не написано, но не голодные же детей отправили. И когда возвратились, картина эту можно дописать. А вы что вернулись? А муж остался, там развод. Да как же, вы так друг друга любили. Там другие законы. И вернули нас ребятами. Разведенки. А они не виноваты совсем. Почему? Там не наставили. Поэтому кого попало, взяли. И комсомолок на них женились. А теперь в доме, как говорят, раздрай. Она не идет в храм. Я знаю. Делал печку одного священника. Молоденький. Хороший. И она хорошая. А она ему условия ставит. Вот то-то, то-то ты сделай, то-то купи, иначе я в храм не пойду. Но она и не пойдет. А он это сделал. А я у них тут был, и все смотрел как. Отец сидит, ребенка качает на руках. Пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это поют. Поэтому надо смотреть, кто, что может сказать, кого ставить на эту должность, какие у тебя родственники будут. Ну, один раз-то можно посоветоваться. Найди, по слову Божию. Вот он теперь встал. И что получилось? Дальше. Еспирь 4,17. Вот, смотрите. Еспирь 4,17. А один стих просчитаем сейчас. 4,17. Один стих. И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему эсфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни, и говорил, Господи, Господи, царю-вседержителю, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебе. Ну, слушайтесь. Это одна молитва будет продолжаться. Один стих ему дали. Припомнить дела, которые Господь делал. Родственники, какие там освобождены были. Припомни это и скажи, Господи, это у меня знакомый такой, не бойся назвать. Господи, Ты это сделал. Я верующий. Услышь мой голос. А мы ссылаемся не на те примеры, которые библейские. И далее. Все в Твоей власти, и нет противящегося Тебе, когда Ты захочешь спасти Израиля. Ты сотворил небо и землю, и все дивное в Поднебесной. Ты Господь всех, и нет такого, кто воспротивился бы Тебе, Господу. Ты знаешь все. Ты знаешь, Господи, что не для обиды, и не по гордости, и не по тщеславию я делал это, что не поклонялся тщеславному Аману, ибо я охотно стал бы лобызать следы ног Его для спасения Израиля. Но я делал это для того, чтобы не воздавать славы человеку выше славы Божией, и не поклоняться никому, кроме Тебя, Господа моего. И я не стану делать этого по гордости. И ныне, Господи Божий, Царю Божий Авраамов, пощади народ Твой, ибо замышляют нам погибель, и хотят истребить изначальное наследие Твое. Не презри достояния Твоего, которое Ты избавил для себя из земли египетской. Услышь молитву мою и умилосердись над наследием Твоим, и обрати сетование наше веселье, дабы мы, живя, воспевали имя Твое, Господи. И не погуби уст прославляющих Тебя, Господи. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Исфирь Ну, ладно, коротко, это большой стих такой. О чем молились-то? Вот понимаете, я вижу вот сейчас, мне хорошо вас видно. Уже сколько раз говорил, не спите, прямо через одну секунду уже падайте со стула. Это ваша жизнь заканчивается уже. Услышитесь Бога. Поднимись как-то, согни себя, тело, не спи. Смотри, какая нужда была, как он вопиял к Богу, Господи, как Ты народ свой привел. Этот атаман сейчас хочет всех уничтожить. Владыка, услышь, приди. Исфирь, есть такой фильм, посмотрите. Страшно смотреть, как он молится, как он взывает. Пепли и прахи лежит. И мы знаем, как Господь внезапно, ночью, царь этот, тогдашний, сегодня президент, сна нету. Сон отнял Бог. Там не шумят, ничего, просто нет сна. И что? И он ничего не потребовал. Что там, дайте такое-то попить, поесть. А послушать, что можно, библиотека рядом. Из библиотеки принесли этот самый свиток, где вот это событие будет описано, как царя этого же самого двоевных, а хотели отравить. И у него сразу мысль, а как их наградили? Никак. Как так? Да они с тобой жертвовали. Да что же у нас будут следующие потомки думать-то? Это все уже шло в сторону, а дальше мы знаем, как было. И Аман будет повешен. Хотя он эту виселицу сделал для Мордахея. И евреи по сегодняшний день празднуют вот этот праздник, чтобы люди всегда помнили. Я вот о чем говорю, вы меня не слышите. Покров. Его греческие священники вообще не знают. Нету? Там где-то в Царьграде иероги выведет. Божья Матерь покрыла. Почему у нас не отметить Сталинградскую битву? Это начало было отступления врага. Почему Курская битва, самая страшная битва во Второй мировой войне, никакого отмечения? Почему она покров нет? И тем более, явление Божьей Матери было, как пишут сегодня. Ну, маленько событие, перетяните сюда, чтобы это было живо. Может, еще есть люди, ищи сыновья там погибли. Сегодня, когда считаешь, сошлись практически до 4 миллионов людей на одном месте. Этого никогда не было нигде. Вот. Надо все-таки быть поживее, чтобы все ожило. Я о чем говорю? Стряхнись! Мы видим, как смотрит юродивый один, там Симеон. Дьявол ходит, выискивает жертву. Кому бросит, святок прилип кому-то, ищет уважительную причину, выйти с благослужения. По глазам провел лапой своей, человек заснул. Не просто так человек спит. Мы не видим, как снует нечистая сила. Я говорю такие слова важные. О смерти, которая угрожала всему израильскому народу, все равно спите. И сейчас только перериснет, уже опять спите. Я это говорю уже десятый раз сегодня. Подумайте, умирать будете. Я готовился к этому. Когда, в какое время сказать. И сегодня запросил по интернету, и люди попросили остановиться. Когда надо молиться? Как молиться? Как слушать? Уже говорил об этом. Не позволяйте себе, чтобы дьявол надругался над нами после смерти нашей. Дальше. Иова 42.10. Печальная повесть. 42.10. Я не пойму, что-то долго здесь. Вот 42 глава, вот 10 номер. Даже слепой вижу. Ну, столько время тратим на пользу. И возвратил и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Видите, как тут у нас висит это. И мне Господь дал вдвое больше того, когда я освободился. И кто-то придумал эту надпись, это, видимо, здесь у Нагаева была, а она написала это. И взяла это место. Я даже никогда бы это не сделал так. И это соответствует действительности. Сколько добрых людей я узнал, услышал нынче, те годы. Это как где-то светильники светят, мы их не знаем. Это Бог делает, и при том все для памяти. Маленький пример просто хочу сказать. Не подумайте, что вот ты сидишь пока. Так, Господь говорит так. Я в Кровой прокуратуре приемной. И в это время выходит помощник в звании генерала. А тут сидят, которые в собрании будут. И он сразу поздоровался. Вы знаете, кто это? Начинает обо мне. Да кто знает-то? Ничего нету. Мы у него же отобрали все магнитофоны. И мы думали, что проклинают его. А он нам сказал, что мы молились за вас. Он меня прямо вот так вот взял. Вот и все. Я никогда не говорил простые слова. Пришел вовремя. Когда у них там собрание, не знал. У Бога все это есть. И маленький шажок. Сказал только, что мы молились. А мы молились. И вот это так тронуло. Как так? Мы же у вас все отняли. Ну отняли, а Господь вернул двое больше. Вот где мы сейчас находимся. Это тоже чудо великое. Еще немножко. Иеремия. Псалом 118, 58. Самый длинный Псалом. 176 стихов. А слово Библия, там закон 185 встречается раз. Я специально по каждому стиху прошелся. 58 стих. 58. Молился я тебе всем сердцем. Помилуй меня по слову твоему. По слову твоему. Как правильно молиться, нас Библия научит. Не только молиться, помоги, да здоровья дай, да там за упокой где-то. Нет. Мы должны больше знать. Прославить Бога. Что я вам сейчас сказал? Вы прославьте. Как Господь взял немощный сосуд. Что я значил? И вдруг такие большие начальники, и все как решалось. 11 лет шел в суд, и вы решили в нашу пользу, где мы находимся. Сколько людей получили здесь утешения. Сколько эти склады помогли детским лагерям. Сколько людей приходилось. Свидетельства в мире. Даже такие враги нашлись в прошлом году. Стали что-то хлопотать, что неправильно сделали, чтобы у меня отняли эти дома. А это назад не возвращается. Я со своим юристом посадился. Могут ли что-то? Нет. Это просто так. Беснуются люди. Бог какие чудеса творит. И вы прославьте. В каком месте находимся? Наши братья нынче как все перестроили здесь. Ну, все. За каждое дело. Знаете, именно. Вот сегодня один здесь был. Вот смотрите, какие тут батареи. За все, славя Богу. Я бы никогда этого не сделал. Какие надписи прекрасные. Я говорил, кто это сделал. Наполните сердце благодарностью за то, что он нас так возвысил. Это в пасом месте находимся где? Сухое место. Красивейшее место в этом городе. И Бог это сделал. Аллилуйя. Пропойте ему прямо. Когда заходите и сразу скажут, Господи, это наше место. Это наше гнездышко. Дальше. Деяния. Даниила 9.20. Я специально по разным книгам взял. 9.20. И когда я еще говорил и молился и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе, Бога моего. Вот так. И он из своей грехи, грехи народа, всего это исповедовал. И тогда Господь и услышал. Я уже сейчас не будем считать время. Иеремия тут хотел прочитать. 32 глава 20-24 стихи. Иона 4.2. Ну 2.2. Ну открой. Иона молится вообще векита. Это подводная лодка. Голова, говорит, тина опутанная. Ну никто же в это не поверит. Были эти кошелоты. У него горлышко узкое, говорит, человек бы не пролез. Это другой вид. Финвал. У него глотка там с лодкой можно заехать. Иона 4.2. Да, Иона. 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 4.2. Можешь 2.2 даже прочитать. 2.2 прочитай, а потом 4.2. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Вот так. 4.2. И молился он Господу и сказал, О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Вот эти слова, долготерпеливый и многомилостивый, употребляйте в молитве. И сердце ваше не будет так трепетать и бояться, я молюсь, а никакого толку нет. Нет. Большой толк. Ты просто не знаешь, как Господь тебя любит. Это Божья любовь. Все должны увидеть в Сыне Его. Сына Единородного отдал за нас. И мы со Христом разговариваем с близким, Воззови ко мне, я услышу тебя, я отвечу тебе. Он прямо отвечает. Лука. 22, 32. Еще три места откроем. 22. Луку считаешь? Лука. 22, 32. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Мы сейчас молимся о наших братьях, которые на фронт призваны. Через каждые два часа их имена поминают. И мать нашего потеряю, сказала, раньше никогда не было, она сейчас не выходит оттуда. С нами на молитве. Так это приятно. Приятные вести. И приятно, что она утро рано, мы в пять часов уже на молитве стоим. Уходит у нас с очтением. Сейчас это Господь так делает. И мы видим, сколько новых душ. И как так? Это взяли, и там ничего нет. Только благодарность. Еще читаем. Деяние 7, 59. Деяние святых апостолов. Златоуз говорит, книга названа не так. Надо было назвать ее Деяние Святого Духа. Никогда бы не додумался. 7, 59. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, приими дух мой. Все, которых святых побивали, там убивали, что-то делали, они просили, дайте время помолиться. И молились за гонителей своих, за убийц, за палачей. Вот себя надо так настроить. А не так, я бы еще что-то сделал. Что бы ты сделал, уже все закончилось. Вот это благоприятное время, когда мы вели занятия в университетах здесь, я говорил, золотое время. Мы им воспользовались. Сколько людей было? Один раз, 26 человек только сразу пришло, крестились. Ну, мы еще со стороны есть, вот в этом году 17 человек, считая детей. Так, Деяние 20 глава, 36 стих. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Мы у нас за столом сидим, когда. Я всегда первую поем у батюшки в комнате. И напротив я говорил, архиерея ему уже говорят, смотри, стоит, ждет. Владыка, благословите. Я говорю, Владыка, вот которые написаны слова здесь, мы просто считаем их, и мы можем как-то подражать, подражать. Я говорю, прощаются не колесам в вашей машине, помахать руками, а чтобы с вами встать на колени и вместе помолиться. Он говорит, почему нет? Ну, мы палатки военные расстелили, напротив брата Владимира дома, молимся, это сохранилось все. И мы послали в патриархию, показали ему, как это все-таки Господь устрояет. Мы даже, даже по мелочи вот это, какое-то единение. Рядом священники с двух сторон стоят, семинаристы, новые люди. И архиереи взывают к Богу. И еще 1 Иоанна 5,16. Если кто видит брата своего, согрешающего, грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему, грехом не к смерти. Есть грех не к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Неоднократно в Библии встречаются такие места, которые надо сегодня разъяснять. Господь, не взывай и не молись, я не услышу тебя. Как? Да Боже слышит. Он сказал, не услышу. Что тебе спорить-то? Почему? И вот это надо этот вопрос разобрать. Почему нельзя молиться? Грех к смерти. А какой грех к смерти? Тот, которым нет раскаяния. Это любой грех может таким стать. Да благословит нас Господь, чтобы молитвы наши дошли до Господа. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Спасибо.